Приветствую вас, Астофия, давайте разберем ваш вопрос, да, и попробуем найти на него ответ. Смотрите, во-первых, у вас сам вопрос, как таковое отсутствие, то есть нет никакого вопроса, есть некая история, вот, о которой вы рассказали, есть, собственно, жалоба на специалистов за то, что, ну, то, что вам не помогают разговоры, вот. Эм, разговоры это поверхностная история, если мы говорим именно о бесцебах. Но у нас всё-таки психотерапия глубокая, насколько это, ну, возможно, для вас. Дальше, вот уже четвёртый год, не называют дочку по имени, ну, что-то вас в её имени отталкивает, и, забегая чуть вперёд, можно сказать, что отталкивает вас как раз-таки именно жертвенность выбора имени. В последний месяц беременности увидели проблемы в развитии ребёнка, меня сильно накрутили, родственники вселезли и давали непрошенных советов. Ну, вот здесь, эээ, у вас идёт устойчивое восприятие окружающего мира как источника воздействия на вас. Именно воздействует, то есть меня сильно накрутили, родственники вселезли и давали непрошенных советов. Но вы здесь, эээ, исключаете свою активность, что вы позволили себя накрутить, вы позволили родственникам лезть, в том плане, что у вас не простроены личные границы, и вы, эээ, ну, собственно, позволили себе испытывать влияние, очевидно, непрошенных советов. Вот этих вот. Дальше, гормоны и сильные переживания сделали своё тело. Ну, мне кажется, вы здесь прикладываете ответственность, потому что гормоны гормонами, но, как бы, психологическое состояние, оно и сознательный выбор, да? Я всё-таки от гормонов ненависть. Когда выбрала имя, думала только о значении, и с мужем не могли договориться. Естественно, я думала только о значении. О значении чего? Имени. Какое значение для нас имеет значение имени? То есть не слишком ли много вы продаёте ему значимость? С мужем не могли договориться. Опять же, по поводу чего? То есть мне кажется, что проблема выбора имени, ну, для своего ребёнка отнюдь не та, из-за которой можно не договариваться. В каком-то вот таком смысле этого слова. И если вы не можете договориться, то, может быть, проблема и не в имени ребёнка, а в том, что у вас отношения с мужем изначально были под определёнными проблемами. Может быть, из-за того, допустим, что родственники лезли, и вы обижаетесь на своего мужа за то, что он, к примеру, вас не защитил. После оформления всех документов поняла, что не нравится. Ну, это история о том, как вы делаете что-то под давлением, а потом понимаете, что это не ваше. Поменять не решилось, потому что не было поддержки и слишком много документов. Ну, вот здесь, смотрите, опять видите перекладывание ответственности, то есть не было поддержки. А почему она должна быть, если это ваш ребёнок, если это вашему ребёнку с этим именем ходить, да, и если, как бы, ну, это на него будет оказывать влияние, причём здесь поддержка, то есть такое ощущение, что вы не верите себе, не доверяете себе и, в общем-то, вам нужно одобрить всё это, да. Дальше, слишком много документов, но это, опять же, сами понимаете, в данном контексте звучит просто как обрабанно. Постоянно об этом думаю и завидую тем, кто легко называет детей по имени, ну, детей по имени легко называют те, кому имя вообще не, ну, для кого имя вообще не имеет значения, да, то есть как бы имя это просто слово. Это просто идентификация, по которой мы определяем человек, и человека, да и то, не всегда. Потому что, условно говоря, имён очень много, да, сколько имён. Например, одинаковых. Из этой проблемы использовались отношения с мужем. Ну, из одной проблемы отношения с мужем испортиться не могут. Периодически накапывает сильно апатия. Наверное, я хотела сказать, накапывает, написали, накалывает. Опять же, апатия – это более глобальная история. Я уже к психологам обращалась, но разговоры помогают лишь на время. Так и что, Анастасия, и что дальше? Ну, то есть, как бы, какой ваш вопрос, какой ваш вопрос, какую проблему вы хотите решить сейчас? На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!